Ауазу биллаху минашет аунар раджим бисмиллаху рахману рахиму. Альхамду лиллаху, ассалату ассаламу аля Расулиллаху. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Хочу раскрыть одну очень важную проблему. Как руководитель отдела примирения, часто приходится участвовать в процессах примирения, и в том числе примирения супругов. Современные вызовы, так называемые новые взгляды на семейную жизнь ничего хорошего не принесли дагестанское мусульманское общество. Женщины хотят больше свободы. Женщины хотят все то, что они привыкли наблюдать через экран своего мобильного телефона, гламура там и так далее. Вроде у семьи есть все, что необходимо. Стабильный доход, свое жилье, но нет согласия в семье. Супруга чем-то недовольна. И больше всего в подобную ситуацию в огонь масла проливают горе-блогерши, блогеры, психологи, которые учат современную мусульманку становиться бизнес-леди, обретать некую свободу и независимость от мужа. И те из них, которые хотя бы, я надеюсь, на тех блогеров, которые выступают якобы в хиджабах как мусульманки, прежде всего, прежде чем выступать, брать на себя роль наставниц, женщин, изучите ислам хорошенько и философию ислама, роль женщины в исламе. И после этого сделайте знание психологии инструментом применяйте на службе исламу, во благо ислама. Что значит, что женщина должна быть свободной от своего мужа? Когда, как Всевышний Аллах, в Священном Коране говорит, «Ауузу билляхи мин аш-шайтан и не выставляйте как это делали женщины джахилии». И пребывайте вы, женщины, у себя дома и не выставляйте своих красот на показ, как это делали женщины джахилии. Подобными призывами, подобными учениями вы закладываете очень страшную мину замедленного действия под наши крепости, которые называются Семья. Изучайте, как жили дочери пророка, саллиллаху алейхи и ва саллим, как жили жены нашего пророка, Мухаммада, саллиллаху алейхи и ва саллим, и насколько они были материально независимы от своих мужей. А вас, дорогие сестры, я призываю быть очень осторожными, когда вы выбираете себе подобных наставниц. саллиллаху алейхи, и ва саллиллаху алейхи, саллиллаху алейхи,